Детская и подростковая литература Детская и подростковая литература Детская и подростковая литература Когда я попала в финал первого сезона конкурса «Книгуру», то получилось так, что сначала подростки регистрировались на этом сайте и писали какие-то свои отзывы, рецензии там. Но чтобы был полноценный разговор, они тут же залезли в интернет, нашли мои странички, стали писать там. И у нас там сразу группа не сложилась. Сначала я так с ними просто в чатах каких-то там, в беседах, а сейчас у нас полноценная группа. И вот так это вот пошло-пошло. И сейчас у нас вот в основной группе там 34 тысячи человек, вот примерно так вот у нас. Но, правда, это уже фантастика там. А в группе совсем вот такой вот фанатский. Ну, там тоже не помню сейчас точно на вскидку сколько. Поэтому для меня это, в общем, вот, ну, каждый день практически я с ними общаюсь. И я, собственно, от них в этом смысле по языку, по крайней мере, не ухожу далеко. Причем по делу, потому что они участвуют в выдаче приза «Книгуру». Ну, конечно, да. Конечно, не только по делу. Мы говорим обо всем. Это живые нормальные подростки. Но, в принципе, этот контакт постоянный. Поэтому для меня это вот какой-то естественный такой процесс. Станислав, а у вас, тем более, что вы начинали с Кобианки, с природы, со зверей. На детей. Со зверей на детей легко переходить? Тяжело. Тяжело переходить, потому что сама жизнь очень сильно изменилась со времен моего детства. И если сравнивать её с нынешними временами, вот эти все гаджеты, контакты и всё остальное, они влияют на литературу. И для меня лично очень сложно использовать сленг, например. В книге я не чувствую меры. То есть где-то ему нужно использовать, где-то не нужно. И очень мало у кого получается использовать его именно столько, сколько нужно, чтобы книжка заиграла. Есть английские авторы очень хорошие, которые вот это делают очень хорошо. Есть наши авторы, но это мало кому удаётся. И у нас была очень большая проблема в 90-е годы, когда у нас жизнь уже поменялась, а дети всё продолжали говорить, вот как вы говорите, как пенсионеры, которые жили ещё в советское время. И писать на то, чтобы адаптироваться, понадобилось лет 20, наверное, для того, чтобы перенести себя, свои ощущения детские, на нынешнюю реальность и заговорить нынешним языком, но так, чтобы это не выглядело искусственно. Сейчас это уже получается у многих писателей. — Слушайте, но если говорить про контакты и про вот эту сетевую субкультуру, там язык довольно агрессивный. Я всегда, в пример, обычно привожу, что там бы про возлюбленную сейчас 14-летний скажет «шкура или шерсть». И это в порядке вещей. И такой архетип, что девушки очень корыстные, и поэтому она «шкура и шерсть». То есть это вот такая агрессия. Вроде в книжке их нельзя использовать, эти эмоции. — Не то, чтобы можно или нельзя. Конечно, если мы говорим... Во-первых, тут надо заметить, что такая агрессия, она есть, конечно. Но вы понимаете, она и в жизни нашей иногда есть. И нельзя говорить, что, допустим, на сайте ВКонтакте ребята общаются вот так, и там только агрессия. Вот они выходят за пределы интернет-общения, начинают общаться по-другому. Или они общаются только так. То есть все люди разные, они общаются по-разному. Если вы туда заглянете, например, в мою группу дальше, там никакой такой агрессии, таких особых кошмаров, о которых вы говорите, нет. Там, в общем, всё вполне нормально, потому что они понимают, что здесь они общаются на другие темы, их интересует другое. Если мы обсуждаем какие-то книжки или героев, или что будет дальше, или они пишут фанфики, то, конечно, это всё уже... Там нет такой агрессии. Агрессия бывает, когда, допустим, идёт какой-то конкурс, и вот один написал один отзыв или фанфик, другое что-то другое. Вот они начинают спорить, кто из них выиграет. Да, там бывает, конечно, агрессия, это надо немножко останавливать. Но в целом это не характерно сейчас. То есть сейчас как-то всё так спокойно достаточно и достаточно нормально. Георгий, а давайте про вызовы диджитальные для издателей поговорим. Меня поражает история, ей уже много лет, про то, как в Америке барышня, которая писала как раз фанфики на «Сумерки» или подобное, какую-то безумную графоманию про вампиров, подростков, просто этим зарабатывала, продавая тексты через интернет, через Амазон за, в общем, не очень большие деньги, но в больших количествах. А у нас ничего подобного нет. Нет электронной книжки, тем более для подростков, которая бы вот таким образом распространялась. Почему? Авторы не очень, издатели так себе или публика не готова? Вы знаете, есть электронные книжки, которые распространяются в огромном количестве экземпляров. Среди подростков? Среди подростков, но чаще всего на пиратских ресурсах. Что же это? Что читают подростки? Чего только подростки не читают. Ну, конечно, это очень много всякой фантастики, очень много Гарри Поттера и вокруг Гарри Поттера. Но никакой трагедии вообще в этом нет. Лишь бы читали. Гарри Поттер вообще висел в воздухе, и там про русского Гарри Поттера, конечно, очень хочется спросить. Ну, а это именно подростки читают или это инфантильные и взрослые? Потому что Поттериана, она всех захлестнула в мире. И больших, и маленьких. Да, вот я удерживаюсь. Я не фанат Поттера до сих пор, например. Насчёт инфантильных и взрослых, ну, есть такие, знаете, это, как это называется-то, даже термин есть такой уже. Кидалты. Ну, это не те, которые кидают, да, это те, которые как бы взрослые, но на самом деле дети. Вот кидалтам, наверное, относятся большинство ещё и детских писателей, потому что в душе они радостные дети. Поэтому им так хорошо удается, мне кажется, писать для детей. Это на самом деле большой труд. Что касается языка, то язык очень быстро меняется. Меня дочь постоянно поправляет. Я там ей написал, переписываемся, что-то написал. О, круто. Папа, так никто больше не говорит. Поставил на место. Хорошо, давайте тогда поговорим про вот это изменение. У нас парадоксальная ситуация. С одной стороны, язык быстро устаревает. И, ну, кто вот сейчас читает некую знаменитую серию книг, Альфред Хичкок представляет про мальчика Юпитера, который там, вот они вели расследование. Популярный был детектив в моём детстве. Сейчас, кажется, никого этим не заинтересуешь. А с другой стороны, у нас безумно, особенно, видимо, родители любят классику. Вот что мне в детстве читали, то и я тебе сейчас там. Как Чуковским начали, так и закончится. Чего уж говорить. Я вот молодой отец, у меня это репринт советского издания «Золотого петушка» с иллюстрациями. Татьяна Маврина и лежит. И мне кажется, что это лучшая книга. Я там не готов современную сказку предложить. Как преодолевать вот эту вот консервативность? Она, с одной стороны, вроде хорошая. Мама читала и дочка читает. А с другой стороны, ну, как-то странно поколение кормить новое старыми книгами. Ну, вы знаете, преодолевать этот консерватизм не нужно, потому что он преодолевается сам по себе. Потому что, когда мы говорим о маме и дочке, которой мало лет, дочке, конечно, а не маме, то понятно, что там классика работает очень хорошо. Потому что классики, которые писали для младшего возраста, они не употребляли никаких особо сложных форм языковых. И вся классика для младшего возраста, она очень хорошо подходит и нашему сейчас современному поколению, современному поколению мам и их детей. А вот когда мы говорим о подростках уже, тут получается такая вещь, что если уже подросток приучен читать, и неважно, на чём, то есть они вот как-то выбирают и находят книги, которые им интересны, то в этом возрасте уже не мама определяет, а уже определяет сам. Можно сказать ребёнок, но я не буду говорить ребёнок, потому что это уже, в общем, взрослый человек. Потому что лет 10-12, это уже, в общем, взрослый человек. И он определяет сам. Это часто бывает, это сарафанное радио. Иногда это бывает просто целенаправленно, он уже знает, что вот его интересует такая-то серия, пусть это фантастика, но он идёт в магазин и берёт с полки эту книгу. В магазине, у друзей, онлайн он читает. Но, в принципе, он уже определяет сам. И тут уже важно, наверное, если мы родители и хотим как-то его подсадить на классику, так скажем, нам важно понять, что именно конкретно этому ребёнку сейчас можно предложить. Потому что кому-то уже подойдёт что-то серьёзное, кому-то надо попроще и другая классика, потому что классика классики не рознь. Всё-таки там можно предложить Достоевского, там можно Шолохова, а можно предложить Стругацких, которые тоже классикой, которые вполне, человека, который уже читает фантастику, может это как-то оценить. Классика примеряет как раз телевидение. Как только выходит какой-то сериал по классике, немедленно эти книги раскупаются. И немедленно люди начинают читать то, что они видели на экране. Слышал разговор двух неподростков, первокурсницы, мне кажется, это были. Они прочитали Анну Каренину после британского фильма и говорили, так слушайте, она же там толстая. А Анна действительно невысокого роста такая, она подвижная, но в общем дебилая женщина, в Ронске вообще с Лысиной. Как вовлечь в чтение и зависит ли это от автора? Потому что, ну знаете, вот эту поговорку про самую читающую страну в мире, в Советском Союзе и дети, и взрослые читали, потому что больше делать-то было нечего. Под одеялом читали с фонариком, а сейчас сидят просто с телефоном под одеялом. Как вот сделать, чтобы не в соцсетях, а хотя бы с книжечкой? Это очень трудный вопрос, если бы на него можно было так легко ответить, на него бы давно уже ответили. Я думаю, что вот это вот вовлечение детей в чтение и преодоление вот этого самого консерватизма, потому что это очень связанные вещи, консерватизм родителей, чтение детей, потому что младшие дети всё-таки начинают читать, как правило, под руководством своих родителей. Его очень сложно преодолевать, потому что для этого нужно очень много усилий. Вот вы говорите, показали кино, девочки прочитали, сделали какие-то свои выводы. Сейчас фильмов и мультфильмов по современным книгам практически нету, поэтому для того, чтобы узнать о современной книге интересной, нужно приложить очень много усилий. Да бросьте, самый успешный сериал по песне «Льда и пламени», а самые успешные фильмы по Толкину и по Гарри Коттам. Я говорю про Россию, про Россию. Ну, в России просто кино плохое. Об этом речи, его, во-первых, практически нету, а то, что есть очень низкого качества. А мультфильмы есть очень хорошие, но их не показывает телевидение, к сожалению. Поэтому для того, чтобы узнать о современных авторах, родителям нужно быть в курсе всех событий, нужно ходить в библиотеку, им нужно посещать несколько ресурсов в интернете рекомендательной литературы, им нужно посещать мероприятия, литературный фестиваль. Для этого на это готовы очень немногие. Конечно, легче пойти и купить то, что ты читал сам в детстве. Поэтому Корней Иванович у нас на первом месте уже сколько там лет подряд, и будет еще столько же. Корней Иванович, он просто создал сказки, новые сказки. Они совершенно рациональны, но очень архетипичны. Ничего не понятно, но понимаешь, что что-то в этом есть. Хорошо, ну вот про Корней Ивановича и других. В советские времена была такая перекошенная система, и хорошие, талантливые люди часто шли книжки писать или иллюстрировать, потому что больше нигде реализоваться не могли. Не знаю, довольно халтурные, по большому счету, книги Тунеяца Бродского. И сейчас можно найти там рабочая азбука какая-нибудь. Видно, что левой пяткой сделан, но Бродский не отнимешь. А сейчас кто идет писать книжки? Может, автор измельчал? Уж извините, что в глаза вам это говорю. Я думаю, что нет. Сейчас ситуация другая, потому что у нас ведь, в общем, достаточно все благополучно, и у нас нет потребности и нет нужды выживать и делать что-то, что тебе, в общем, не хочется и неестественно, только потому что больше ты никуда не можешь пойти, потому что тебе закрыты куда-то еще пути дороги. Сейчас другое, сейчас наоборот. Сейчас ты начинаешь писать просто потому, что тебе хочется именно писать и хочется что-то делать в этом направлении. Если не хочется, ты идешь и занимаешься макромой, допустим, или боксом, скажем. У всех желания разные. Поэтому мне кажется, что сейчас как-то спокойнее, свободнее стало, потому что ты пишешь не потому, что необходимо, а потому что это просто по зарез тебе хочется. И что касается чтения, получилось так, что очень часто я смотрю это по подросткам, которые читают, вот мои книжки уже толстые, без картинок, что называется, сейчас, да, экранизация, может быть, помогает при классике, вот когда это нужно воспринять, допустим, какой был викторианский мир там, вот той эпохи. А сейчас, поскольку много разных фильмов, и вот этот вот видеоряд, он у подростков, он другой, то есть они много всего уже видели. Фильмов, сериалов, фантастики, картины, они ездили там куда-то. Поэтому, когда они читают какую-то книжку, они просто как мозаику собирают из того, что у них уже есть, чем они наполнены, и им не нужно, им не сложно получается. То есть если они просто о чём-то не знают, и вот это как раз касается классики старых времён, о которых они, может быть, меньше знают, и фильмов меньше смотрят, потому что им меньше интересно. А вот что касается современной нашей жизни, они этим и так уже переполнены, поэтому они просто читают и создают образы и героев, и каких-то мутантов, если нужно. То есть у них всё это есть. Им не нужно думать и не понимать, что автор имел в виду. Они это уже достраивают. Это помогает. Станислав, хорошо, что на вольных хлебах, на добровольных началах идут сейчас детские писатели. Или нет, надо вернуть. У нас обожают же всё запрещать. Вот вернуть такую бесчеловечную систему, когда талантливые люди будут в детской литературе спасаться. Зато деткам хорошо. Ну, ничего бесчеловечного возвращать, естественно, не надо. На вольных хлебах, естественно, лучше. Вот я, например, писатель, который живёт на вольных хлебах, но должен сказать, что эти хлеба довольно скудные, потому что у нас система распространения, она, как при Советском Союзе, рухнула, так она не восстановилась. Это всё какие-то клочки, которые вот там по регионам. И, к сожалению, сейчас у людей просто нет возможности покупать книги, потому что сейчас книги очень дорогие стали, особенно в связи с последними событиями. И очень немногие писатели готовы идти и зарабатывать свой хлеб, исключительно писательским трудом. И именно поэтому у нас, например, большинство молодых писательниц – это мамы, которые сидят дома с детьми, они пишут как бы для своего ребёнка, их обеспечивает муж. Ну, у нас сложилась такая... Среди них есть очень талантливые писательницы. – Джоан Роулинг прямо все. Только у неё мужа не было. Ну, неважно. – Но, к сожалению, молодые люди, они не идут именно потому, что сейчас в литературе, в детской литературе довольно сложно заработать. – А почему сложно заработать? Детская литература, мне кажется, золотое дно. У меня дома, вот, наш с женой книжный шкаф, на нём меньше книжек стоит, чем на книжном шкафу моего сына четырёхлетнего. Мы специально ему книжный шкаф прямо сделали. Не стали покупать, сколотили, чтобы был покрепче. Тьма книжек. Почему невыгодно? Почему писатели впроголодили? – Как было в советское время. В книжной отрасли была суперприбыльная. Вкладывали рубль, на выходе было два. Тиражи даже у самого закудышного, некудышного автора… – Десять тысяч – это минимум. – Какие десять? Сто. Сто тысяч. Человек, написав даже небольшую книжку, на гонорар от неё мог жить год и ничего не делать. Сейчас прямо обратная ситуация. Человек живёт год и пишет книжку. Толстую, хорошую. Для этого изучает какие-то материалы, может быть, куда-то ездит, что-то читает. Занят полноценно целый год. Сколько он за это получит гонорар? – Ну, Вознесенский про поэзию говорил, что тысячу долларов в год он получал, если… – Ну, вот. – Вот со сборника выходил. – А сейчас вот 500 долларов, 30 тысяч рублей составляет средний аванс, который же является и конечной оплатой автору за книжку. – Поэтому нужны премии? – Премии нужны в том числе поэтому поддержать хоть кого-то, хоть кому-то повезёт, хоть кто-то получит сумму, ну, более-менее менеджерскую зарплату в год. Но вы представьте себе, много ли людей захочет этот тяжёлый хлеб кушать. Поэтому большинство современных писателей работает где-то ещё. Кто-то выпускает журналы, кто-то читает лекции, кто-то преподаёт и так далее. – И вот мы, как общество, в общем, в ответе перед этими людьми, потому что мы сами себя лишаем, может быть, хороших книг. Потому что человек вымотается в своей газете и никогда не напишет какую-нибудь хорошую книжку, например. Есть уникум Быков, который пишет, как дышит. Он постоянно этим занят. Он вот в электричке ездит, 20 минут, он уже написал половину статьи или что-то для книжки своей. Не все настолько работоспособны. У всех разный ритм, разный темп. И нельзя требовать от людей, чтобы после 8-часового рабочего дня он ещё 8 часов просидел и пописал книжку. – Хорошо, с писателями понятно. А деньги-то куда деваются и читательское внимание? Потому что, ну ладно, взрослые не читают, но дети точно им покупают книжки. И подросткам, наверное, покупают. Говорят, что ты дураком вырастешь телевизор и не смотри. – Ну, от такого давления мало проку, на самом-то деле. – Ну, книжка-то куплена обычно. Тыкают-то носом уже в открытую. – Если запретить, будет интереснее. Но представьте себе, раньше действительно страна была очень читающей. Стотысячный тираж разлетался мгновенно, покупался. Книжка стоила там рубль 2-3, а детская – это 20 копеек. Это были, всё равно давали хорошие заработки, да, и всем издателям. Издательство вообще полгода выпускало одну книжку. Там 10 человек сидело, занималось одной книжкой, полгода получали прекрасные деньги. Вот так работала отрасль. Сейчас тиражи очень сильно упали. И представим себе, хорошая книжка выходит тиражом 1000-5000. Вот 1000 экземпляров. Покупайте вы её в магазине за 300 рублей. Большие деньги нет, потому что из этого 2-3 идут типографии, идут за бумагой, идут транспортные всякие расходы, а ещё надо заплатить налоги, ещё как-то продвинуть, потому что вы, как читатель, будете кричать, а где информация об этой книжке. Заплатить копеечки автору, заплатить чуть-чуть корректору, чуть-чуть редактору, чуть-чуть художнику, и ничего не остаётся. Поэтому для огромной страны тираж 5000, который расходится за год, например, считается хорошим, это полное безобразие. И вот успех премий в том, что лауреаты у хороших премий, потом издаётся, там идёт третий тираж, вот у Станислава, например, книжка, которая победила, вот уже идёт третьим тиражом. Как называлась? Чуть больше денег. Фроси Коровина. Фроси Коровина. Очень смешная и прекрасная, занятная, забавная книжка. Всем детям, всем родителям её имеет смысл почитать. Хорошо, Георгий. Вы очень просто грустно об этом сейчас говорили. Давайте закончим на высокой ноте, сентиментальной. Ну, кто из нас не детский писатель? Я вот две книжки написал. У меня, правда, всего один читатель. Можно просто сказки детям рассказать, можно ещё записывать, рисовать. Мы с сыном на таких листочках, я ему чёрно-белое рисовал, он краской раскрашил. Вместе сидели, писали, придумывали. Всё, у нас уже две книжки тиражом, один экземпляр. Один экземпляр. Вы как начали писать? И наверняка писали рассказы маленьким детям, сёстрам, сыновьям. Про что были эти книжки? Можете рассказать про первый вот такой опыт? Давайте с вас начнём, мне кажется. У меня есть только одна книжка, но она совершенно взрослая. Когда-то, когда я своей дочери объяснял, почему нужно чистить зубы два раза в день, у меня родилась идея книжки такой научно-популярной, но я её почему-то не реализовал. Поэтому все вопросы к двум другим гостям. Ваши первые книги, может быть, незаписанные действительно? Ну, я про первую книгу не скажу, я скажу про первую сказку, которую, как я сегодня рассказывал, я написал в шесть лет от жадности. Просто потому, что у нас в городе объявили конкурс среди детей, кто лучше напишет сказку. И сказку это обещали напечатать в газете. Ещё, по-моему, какую-то премию обещали дать. Но я думаю, фи, сказку написать, какие проблемы, сейчас напишу. Положил перед собой листок, ручку, просидел полчаса, ничего не смог придумать. Очень себе удивился, потому что я считал, что у меня хорошее воображение. Потом взял первую попавшуюся книжку с полки, это была «Лягушка-путешественница», я её полностью переписал, сверху поставил свою фамилию и отправил на конкурс. Как вы думаете, мне дали что-нибудь? Думаю, ответили, что «молодец, ещё старайся». Нет, сказали списывать нехорошо. И тебе скоро стараешься не списывать. А ваш первый опыт? У меня первый опыт был в три года и четыре месяца. Мама записала первое стихотворение, я узнала слово «рыхлый». Это был март месяц, и я написала стишок, который я помню наизусть, он очень длинный, из четырёх строк. Он такой «Рыхлый снег темнеет, в марте хлынут волны и дожди, и рыхлый снег катается, рыхлый снег мотается». И после этого какое-то время она записывала. Потом, когда я стала подростком, как-то это не приветствовалось у нас дома. Очень-очень. Как-то считалось, что надо заниматься серьёзными вещами. Но я продолжала писать. И первая публикация была независимо от меня. Я даже не знала, что вообще это опубликовано. Это я ухитрилась выиграть республиканскую олимпиаду по литературе. Дело было в Грузии. И вот там опубликовали большую поэму в стихах, которая называлась «У Грузии это всякое вдохновение». Но это была задача такая. Так что я не знаю, можно читать эту книжку или нет. Первое стихотворение можно хоть час записать и опубликовать вполне себе для трёхлетних паров. Ну, три-четыре было, да. Поэтому там, в общем, как-то так. А у вас, Станислав, получилась сказка про то, как вы писали сказку. Тоже, мне кажется, блестяще. Прямо в эфире создали произведение. Спасибо вам огромное за этот разговор. Это были Георгий Урушадзе, директор премии «Большая книга АЕН» и Станислав Востоков.